Завтра у Кати день рождения. Все считают, что она еще маленькая и ничего не понимает. Но они ошибаются. Катя видит, как плохо маме. Понимает, что папа, скорее всего, никогда не вернется. Раньше на день рождения ей хотелось игрушек или велосипед. А сейчас хочется, чтобы все было как раньше, чтобы мама улыбалась, а папа был рядом. Завтра ей 7 лет и в этом году пойдет в школу. Катя лежит и мечтает, как оба родителя поведут ее в первый класс. В соседней комнате лежит ее мама. Уже год как Марина сильно болеет. К ним часто приходит соседка, тетя Олеся, и помогает маме. В это время Катю просят выйти из комнаты. Мама уже месяц, как не встает с кровати. А папа? Папа, узнав о болезни жены, уехал на заработки и пропал. Все говорят, что он бросил их. Но Катя в это не верит. Папа их очень любил и не мог так поступить. С ним что-то случилось. Но никто не хотел в этом разбираться. Утром раздался звонок в дверь, и Катя побежала открывать. Это были уже знакомые ей волонтеры. Они поздравили Катю с праздником и подарили игрушки. А еще принесли продуктов. Катя побежала к маме. Мама, смотри, какие мне новые игрушки подарили. Только зачем мне так много? Марина смотрела на дочку, еле сдерживая слезы. Да, для Кати это были новые игрушки. Сейчас она не могла ничего подарить дочери. Все деньги уходили на лекарства. Она боролась как могла со своей болезнью. Делала все возможное, чтобы поправиться, чтобы не оставить дочку одну. Чуть позже приехала мама Марины. Катя была рада видеть бабушку. Она показала ей свои подарки и отпросилась погулять. Почти все свои подарки Катя взяла с собой. Среди них ей больше всего понравился маленький мягкий мишка. Его она оставила дома. Она слышала, как мама говорила бабушке, что денег на лекарства нет совсем. Бабушка плакала и мама тоже. И Катя решила продать свои подарки. Она видела, как недалеко от рынка сидят люди и продают старые вещи. Она расстелила плед и разложила игрушки. Мимо проходили люди, но никого не интересовали старые игрушки. Катя почти потеряла надежду, когда к ней подошел мужчина. «Здравствуй, принцесса!» Сказал он. «Здравствуйте! Вы хотите купить игрушку? Они хорошие и красивые!» «Да, меня интересует вот эта кукла. Сколько она стоит?» «Сколько вам не жалко?» «Странно. Обычно у всего есть цена. Ты на что-то копишь деньги, распродаешь свои игрушки!» «Коплю!» Тихо сказала Катя. Она не хотела никому рассказывать, зачем она здесь. Мужчина вынул тысячу рублей из кошелька и отдал Кате. Катя зажала купюру в руке, еле сдерживая слезы. А когда услышала ворчание бабушек по соседству, решила уйти с мыслью, что завтра обязательно вернется. Константин держал в руке куклу, которая ему была совсем не нужна. Он даже не мог объяснить, почему ее купил. Просто глаза девочки были такие печальные, что хотелось ей помочь. Только вот что делать с куклой? А когда подходил к подъезду, к нему подбежала соседская девчушка. «Ой, какая куколка у вас! У меня была такая, но только ее собака забрала и пришлось выбросить. Хочешь, я ее тебе подарю?» Девчушка молчала, но по глазам было видно, что она хочет. Он отдал ей куклу. Как раз в это время подошла ее мама, которая прекрасно знала соседа. Он объяснил, откуда кукла и почему ему так легко с ней расстаться. «Добрый ты, Костя, вот невесту тебе б найти». «Оль, ну когда мне со своей работой?» «А ты посмотри по сторонам. Может, твоя половинка и где-то недалеко ходит, а то в голове только пациенты и помощь людям. Вечером занесу тебе пирога за куклу и не отнекивайся. Все равно пеку большой пирог и всем хватит». От пирогов соседки Костя отказаться не мог. Уж больно вкусно готовит Оля. Год назад он оперировал ее мужа и после этого Оля просто заваливала его пирогами. Потом он объяснил ей, что хватит и это у него долг спасать людей. Только после этого Оля немного успокоилась. На следующий день у него из головы не выходила та девочка и когда он возвращался с работы, то снова увидел ее. Катя сидела чуть подальше от бабушек. Не понравилось ей осуждение вчера. Зато когда пришла домой, она положила деньги недалеко от тумбочки мамы и когда пришла Олеся, она их нашла. Мама так обрадовалась, что Кате больше и не надо было для счастья. Поэтому на следующий день она опять вышла на этот стихийный рынок. Сегодня она продала две игрушки и в кармане лежали 300 рублей. Конечно, это не как вчера, но Катя была рада. Она помнила, как говорит бабушка, с миру по нитке, голому рубаха. А сейчас она увидела опять того мужчину, который купил вчера куклу. Он остановился рядом с ней. — Принцесса, ты опять здесь? — спросил он дружелюбно. — Да, мне надо продать все игрушки. — А если я их все куплю, то ты пойдешь домой? — Зачем вам столько? Этот вопрос поставил Константина в тупик. Он не знал, что ответить. Ведь если скажет, что ему просто жаль девочку, то может обидеть ее. — Я доктор. Знаешь, в соседнем отделении лежат много деток, и им бы эти игрушки на радость. Возьмите игрушки просто так. Пусть дети улыбаются. Они сложили все игрушки в пакет. Константин все-таки смог вручить деньги девочке. — Меня зовут Костя. А тебя? — Я Катя. — Катя, а давай мы вместе сейчас отнесем игрушки? Она согласилась. А по дороге до больницы он решил расспросить ее. Так, за обычным разговором, он и узнал о том, как живет Катя. — Кать, ты уже знаешь, что я доктор. Можно я завтра зайду к вам и посмотрю, что с твоей мамой? — Можно. Но я слышала из разговора мамы и тети Олеси, что в нашем городе такую операцию никто не делает. А на другой город у нас денег нет. Но есть поговорка. За спрос не бьют. — Знаю, бабушка много поговорок говорит. — Ну вот я и посмотрю, а там видно будет. Сегодня у Кати с мамой был разговор. Она рассказала о деньгах, найденных тетей Олесей и откуда у нее сейчас есть. Мама плакала. Она не хотела, чтобы такие проблемы ложились на плечи маленькой дочки. — Мам, я себе Мишку оставила, но у него лапа почти оторвалась, а костюмчик совсем износился. Это Мишка-повар. — Мы сошьем ему новый костюмчик, я обещаю, а лапу прямо завтра пришьем. Костя не спалось. Рассказ Кати его беспокоил. Ну как так можно, чтобы столько несчастья на семью свалилось? А еще папа пропал. Катя говорила, что он не мог их бросить. Он никогда не пользовался связями. Многие пациенты и их родные говорили, что можно к ним обратиться за помощью. Но Костя не хотел. А сейчас понял, что это именно тот момент. Когда он вечером позвонил мужу пациентке, тот сразу взял трубку. Григорий Викторович занимал достаточно высокий пост полиции и обещал заняться поисками отца Кати. — Константин Иванович, я только рад вам помочь. Вы же спасли мою Наденьку. Да и сейчас хотите спасти еще одного человека? Костя засыпал. Костя засыпал спокойно. Да и что там костюмчик шить для Мишки? Но это завтра. А сегодня лапу пришью. Может, я? Нет, я смогу. Просто будь рядом, пожалуйста. А завтра опять мама приедет и поможет мне. Они вместе пришили лапу. Катя была рада. Она даже не знала, чему рада больше. Ведь улыбающуюся маму она тоже давно не видела. А потом пришел дядя Костя. И ее опять попросили выйти из комнаты. Катя мерила шагами квартиру до тех пор, пока дверь не открылась. Оттуда вышли Костя с Олесей. Оба улыбались. Она проводила гостя и подошла к Кате. Катюш, доктор посмотрел маму. Ты уже большая и я могу говорить, как есть? Да, тихо сказала Катя. Есть шанс. Он возьмется за операцию. Во время операции ты поживешь у меня. Бабушке будет тяжело. А у меня как раз отпуск. Ты согласна? Катя закивала головой и побежала к маме. Доченька, шанс маленький, но он есть. И все благодаря тебе. Мамочка, ты справишься. Я знаю, что все будет хорошо. Через несколько дней Марина легла в больницу. Катя и Олеся приходили каждый день. Когда будет операция, Олеся решила не говорить Кате. Но было ощущение, что она все знает. Или просто нервозность Олесе передалась ребенку. Олесе не находила себе места. То пыталась убираться, то еще чем-то заняться. Но все смотрела в телефон. Увидев сообщение от Константина, вздрогнула. Открывать было страшно, но надо. Операция прошла успешно. Но справится ли Марина, будет видно завтра. Олеся улыбалась. Она знала, что Марина сильная. Она справится. Катя, увидев перемены в настроении Олеси, тут же подбежала и посмотрела на нее. Катенька, операция прошла успешно. Дальше все зависит от твоей мамы. Мама справится. И дядя Костя с ней рядом. Вот бы еще папа был тут. Олеся обняла девочку. Сегодня они вместе легли спать. И обеих было только одно желание. Когда утром они приехали в больницу, их пустили в палату к Марине. Она справилась. До выписки еще далеко, но самое страшное позади. Катя вышла в коридор, пока Олесе и мама разговаривали. Мимо нее проходила уборщица. Повезло вам, что Константин Иванович взялся за операцию. Руки у него золотые. Хоть главврач и был против. Я слышала, как они ругались. Все будет хорошо с твоей мамой. Марина в больнице провела еще месяц. Раньше боялись выписывать. Всплывало то одно, то другое. Но рядом с ней были ее близкие. В день выписки Катя волновалась. Они с Олесей прибрались в квартире, надули шарики. Жизнь налаживалась. Олеся взглянула на швейную машинку. «Теперь Марина точно сошьет костюмчик Мишки», сказала она и улыбнулась. «Да, мама всегда держит свое обещание. И папа тоже. Только он обещал вернуться». Катя замолчала, а Олеся обняла ее. Марина вышла из больницы и вдохнула воздух. «Как же хорошо!» Константин сказал, что ей все равно еще нужны поддерживающие лекарства. Но самое главное, что опухоль удалили. Она была благодарна ему за то, что он сделал практически невозможное. На крыльце больницы с цветами и шариками ее ждали Катя, Олеся и мама. После крепких объятий все уже собирались уйти, как к ним подбежал Константин. «Подождите, мне тут позвонили. Сейчас приедет важный человек». Никто не мог понять, о чем он обрывисто говорит, но остались стоять на месте. А потом они услышали за спиной. «Девочки мои, как же я по вам скучал!» «Папа!» – закричала Катя. Григорий Викторович помог. Он нашел Олега. Тот попал к нечестным работодателям и стал рабом. И если бы не Костя, то там бы и остался. А так его спасли и еще десяток других мужчин. Первого сентября Катя шла в школу, держа за руки маму и папу. Все получилось, как она и мечтала. А потом они всей семьей поехали на еще одно важное событие. Ведь Олеся и Костя полюбили друг друга. И сегодня стали мужем и женой. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.